Вообще в этом мире есть три главные энергии, и эти три главные энергии управляют всем этим миром. И в зависимости от того, в какой мы энергией находимся, от этого и будет рождаться то или иное гостеприимство. Есть четыре вида гостеприимства. Есть гостеприимство в невежестве, в страсти, в благости, а о четвертом мы говорим попозже. Вот эти страсти, благости, невежества, эти энергии, которые управляют всем в этом мире, в том числе нами с вами. И мы с вами бываем и в невежестве, и в страсти, и в благости. То есть это не нечто такое оторванное от нас. Мы с вами должны совершенно четко понимать, вот в каком я сейчас настроении нахожусь. То есть что мы управляем. И наиболее близкая для нас энергия, какая, как вы думаете? Вот просто она вот у нас страсть, совершенно верно. То есть нам понятно, что такое страсть. Итак, гостеприимство в страсти. То есть страсть это, как вы думаете, какое главное чувство в страсти? Какая, какое главное движимая, ну как бы движимая энергия? То есть чем я движим в страсти? Что меня мотивирует в страсти? Соревнования, амбиксы. То есть страсти, весь мой ум устремлен куда? На будущее себе. Будущее, совершенно верно. То есть мне важен не данный момент времени, а мне важно будущее. И вот именно этим я замотивирована. И теперь я, так сказать, в будущем, но у меня гости. То есть скажите, пожалуйста, что же меня мотивирует принимать гостей? Выгадай от них потом. Совершенно верно. То есть гости в страсти это некий результат в будущем. Ну, например, я встречаю этих родственников, потому что это родственники моей жены. И я знаю, что от этого будет зависеть вообще, в каком она будет настроении и так далее. То есть мне лично эти люди, они мне не настолько важны. Мне важен результат, который будет стоять за этими гостями. То есть мне очень важно, чтобы в конечном итоге, вот в результате этих гостей, нечто получилось. И теперь скажите, пожалуйста, в каком я настроении тогда нахожусь, если для меня очень важно будущее? И для меня очень важно вот сам результат. Беспокойство, ожидание. Во-первых, у меня какое внутреннее состояние? Беспокойство. Беспокойство. И поэтому я делаю все, ну, знаете, очень, да, чтобы даже, может быть, это будет выходить за пределы моих возможностей. То есть согласитесь, очень часто все должно быть как у людей, да, и вообще все должно быть так, чтобы просто мы лицом в грязь не ударили. То есть фактически я из себя кого-то изображаю. И когда я из себя изображаю из себя кого-то, скажите, пожалуйста, как вообще будет, ну, вот атмосфера какая будет? Наигранная. Наигранная в большей степени. Потому что это может быть безудержное веселье, да, это может быть что-то такое. Поэтому приглашают, так, шоуменов, приглашают тамаду, то есть вот, и тамада, ведь это же искусственно, согласитесь? То есть, итак, давайте, что сегодня у нас с вами, семинар на тему гостеприимства. То есть я, это чересчур, да? То есть мой тон чересчур, мои движения чересчур, музыка чересчур, еды чересчур, все чересчур. Вот это суть гостеприимства в страсти. Все чересчур, потому что на самом деле, почему так много чересчур? То есть что? Что я ожидать? Я ожидаю дивиденды в виде того, что скажут, как это было круто, да? То есть было все просто на высшем уровне, все, в общем, достаток. Но я хочу нечто продемонстрировать. И вот это нечто я в этот момент не в контакте с вами. Потому что если я буду с вами вот так разговаривать, да? Ну, то есть вы должны соответствовать этому. Скажите, если я вот так вот, то есть, ну, как-то вы тоже должны что-то такое сделать, да? И вот очень многие люди себя очень неуютно чувствуют в такой атмосфере. Потому что это, ну, как бы, да, вот свадьбы, особенно, знаете, какие-то такие большие застолья. И все сидят, и, в общем-то, устают в конце вечера, потому что, ну, как бы это невозможно. И вас, кто, а теперь все называть, а теперь все за стол, а теперь все это, да, 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 то есть какая-то режиссура идет вот такая. И вы чувствуете, что вот вы, как личность, здесь отсутствует. И вот это очень удивительная вещь. То есть, вроде как гостеприимство, да? Я думаю, ну, кто-то из вас переживал не раз такое. Согласитесь? Было такое? Да, конечно. Было. И, бывало ли, на таких мероприятиях, да, может, сами устраивали такие мероприятия. Когда вы, например, знаете, что вам нужно пригласить кого-то, но вы знаете, что, в общем-то, я и не хочу. Это гости приглашать, да, ну, надо. Ну, надо, потому что, например, как-то от этого будет зависеть, там, будущее сына, или будущее мужа, или будущее кого-то. То есть, фактически, гость мне, как личность, не очень дорог, но мне важен некий результат, который будет в результате этого гостеприимства. То есть, гостеприимство может быть как инструмент манипуляции. Согласитесь? Мощнейший, причем мощнейший, замечу. Особенно на Востоке. Да? То есть, на Востоке, вы знаете, что все решается за столом. И вот какой этот будет стол, какое будет решение и так далее. То есть, вот в этот момент, то есть, вы кормите, вы что-то такое делаете, и это такой мощнейший инструмент для манипуляции. Я манипуляции судьбу, другому человеку. Потому что ему уже потом неловко как-то вам не делать, потому что вы тут столько вообще поновыкладывали на этот стол, правильно? И вот это гостеприимство, оно ложное. То есть, это, я еще раз говорю, в этот момент гостеприимство. Гость – это инструмент к моей цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова